Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу, какими способами можно задержаться в США, если приехал по туристической визе. Мы сегодня делали прямой эфир, и люди спрашивают, въехал по турвизе в США, поставили разрешенный срок пребывания 6 месяцев, как задержаться, пробыть тут какое-то более долгое время. Существуют иммиграционные и неиммиграционные визы, зависит, хочет ли человек стать постоянным резидентом в США, либо у него цель просто здесь остаться и какое-то время поучиться, поработать, начну с неиммиграционных виз. То есть вы можете в первую очередь продлить срок своего туристического пребывания еще раз на полгода и потом еще раз на полгода. То есть за два раза можно его продлить каждый раз по полгода. Затем, если вы хотите пойти учиться куда-либо, вы можете подать на изменение статуса на студенческий, стать студентом в США. Дальше, если цель у вас заработать деньги в США, вы можете найти работодателя. И если у вас образование или какие-то опыт работы или что-то вы можете делать, что ценится в США, и вы найдете работодателя, который готов вас взять на работу, работодатель может подать документы для вас на рабочую визу. Вы можете также сами открыть бизнес или инвестировать в экономику Соединенных Штатов. Вы можете как открыть бизнес, так и купить уже готовый бизнес. Или войти партнером в уже существующий бизнес и подать на основании этого документы, чтобы вам дали определенные типы визы. Это основные виды, как здесь, основные типы неиммиграционных виз, которые люди используют, чтобы задержаться на какой-то период времени. Но некоторые люди не хотят тратить или не хотят, или у них нет интереса продлевать неиммиграционные визы. Они уже знают, что им страна нравится, и они хотят получить статус постоянного резидента США. Как это сделать? И приехав по тур-визе, пока вы здесь находитесь легально, пока вы не нарушили статус, вы всегда можете изменить один статус на другой. Это не важно, не иммиграционная виза или это иммиграционная виза, то есть заявление на грин-карту. Как подать заявление на грин-карту? Какие пути? По работе. Первое. Через работодателя. Работодатель может подать заявление на вас на получение неиммиграционной визы, как я ранее сказала. Также есть другой тип программ. Это когда работодатель говорит, что ему такой сотрудник нужен на постоянной основе и подает документы, чтобы человек уже получил иммиграционный статус на основании трудоустройства. Следующее. Через бизнес. Если вы открыли тут бизнес или вы инвестировали в экономику США, инвестировали в другой бизнес, вы можете давать на грин-карту как инвестор. Дальше. Через воссоединение семьи, конечно. Если у вас есть родственники в США, и когда я говорю родственники, я имею в виду самые ближайшие прямые родственники. Это супруги, дети, родители. Братья и сестры тоже подходят, но очередь, ожидание довольно длинное. Воссоединение в семье. И если у вас нет родственников, но вы встретили здесь кого-то, влюбились, вышли замуж, женились, то по браку, иммиграция по браку, это относится к категории семейной иммиграции. Следующее. Если вас в стране вашего проживания преследовали либо госорганы, либо частные лица, которые действовали под прикрытием госорганов, вы можете попросить убежища в США, получить статус беженца, который позволяет вам через год подавать на грин-карту. Конечно, вы также можете продолжать участие в лотерею грин-карты. Если вы выиграли грин-карту, уже находясь на территории США, вы можете подать заявление на статус постоянного резидента, не выезжая из страны. Еще один способ, который не часто наши иммигранты используют почему-то, это сотрудничество с правоохранительными органами, если они либо сами явились жертвой преступления, или стали свидетелем преступления, и они потом сотрудничают с правоохранительными органами, дают показания. Но это должно быть серьезное преступление, то есть это не карманная кража. Существует список преступлений, я его не буду озвучивать, потому что он очень обширный, и если вы явились жертвой преступления, которое содержится в этом списке, то вы можете подавать на статус свидетеля или жертвы. Это разные временные визы, которые даются людям, которые сотрудничают с правоохранительными органами, и впоследствии они дают право подавать на статус постоянного резидента. И еще смотрю, какие еще способы, чтобы остаться здесь легально. Еще способ опять вернуть к браку. Если у вас был брак, но он распался не по вашей вине, до того, как вы получили документы, то тоже не обязательно, что вы должны покинуть страну. Есть разного рода программы, если вы уже получили временную грин-карту, брак распался не по вашей вине, можно подать на постоянную грин-карту. Или также, если в отношениях вы были жертвой домашнего насилия, то тоже есть программа, вы можете независимо подать на грин-карту, как жертва домашнего насилия. Ну и все. Это основные пути иммиграции. Я еще раз перечислю кратко иммиграционные виды виз, то есть как можно получить грин-карту. Это через бизнес, через инвестиции, через трудоустройство, через семью, выиграть грин-карту и гуманитарные программы, которые включают в себя политубежище, либо жертва или свидетель преступления, который впоследствии сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы раскрыть это преступление. Если у вас будут вопросы, пишите, звоните. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok